Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири. И мы, как обычно, используем три текста. Это греческая Библия Саптуагинта, славянская Библия Кирилла Мефодиевская и еврейский текст. Собственно говоря, синодальный перевод и составлен из этих трех текстов. А здесь мы как бы стараемся рассматривать их по отдельности, если такая необходимость возникает. Сегодня мы будем читать 92-й Псалом. Он не имеет надписания в еврейской Библии, но в вульгате блаженного иронима и в греческой Саптуагинте он имеет надписание как предсубботний Псалом. Предсубботний Псалом, значит, он исполнялся в пятницу до наступления вечера. Ибо богослужебный день начинается вечером. Предсубботний, это значит, с 12 часов дня до наступления вечера в пятницу могли исполнять этот предсубботний Псалом. Но в целом название такое Псалом 92-й в день предсубботний, когда населилась земля. Когда населилась земля. Скажем так, очень сложное наименование имеется в виду, что когда Бог сотворил весь мир, а весь мир был сотворен именно к началу субботы, в пятницу Бог прекращает творение мира, то есть мир населился животными, рыбами, люди появились, а в субботу Господь почил от всех дел своих. Когда населилась земля, то есть когда обустроилась земля. Ибо Бог шесть дней творил небо и землю, а седьмой день в Ветхом Завете, это субботний день, он отдыхал. И этот предсубботний Псалом — хвалебная песнь Давида. Такое же написание и в славянском. Псалом этот небольшой, в нем всего шесть стихов. И начинается он словами «Господь воцарился, в благолепие облегся, облегся Господь силою и опоясался, ибо утвердил вселенную, которая будет неподвижна». Очень интересный стих. Давайте посмотрим, как он будет звучать с еврейского. «Господь воцарился, верховностью облечен, то есть верховной властью, облачен Господь могуществом, припоясом. Так же утвердилась вселенная, не пошатнется». Что значит «не пошатнется»? Септуагинты не подвижутся. Имеется в виду, что сотворенный Богом мир, он содержится Богом. Как сказано в Библии, что все мы им, то есть Богом, живем, движемся и существуем. То есть Бог основал мир, создал мир за шесть дней на твердых основаниях своего слова. Ибо Бог творит мир словом своим. Далее. «Искани». «Искани», то есть имеется в виду с самого начала, или по-славянски «оттоли», то есть с этого момента, по Зигабену от начала, по Феодориту от века. «Искани, престол твой уготован, ты от века существуешь». Имеется в виду престол славы Божией, который «искани» уготован, но в понимании отцов престол – это святые, это ангелы и люди, на которых Господь восседает. Но как это может быть «искани»? То есть от начала, прежде века. Имеется в виду, что во Христе Иисусе мы избраны Богом Отцом, как сказано в Новом Завете, прежде сотворения мира. То есть Бог и творит мир ради тех спасенных, которых Он предназначил ко спасению, и которые добровольно пойдут по этому пути. мир творится ради праведных, он творится Христом, ради Христа, сказано им, через Него и для Него. А Христос – Бога-человек, и в Его Бога-человечестве Церковь имеет доступ к вечным благам. Ты от века существуешь. То есть ты безначальный, ты прежде времени. Время связано с материей, с пространством, а Бог – Он безначален. Возвысили реки, Господи, возвысили реки голоса свои, то есть журчание рек, как бы прославление Бога, как и свет солнца на небе, луны и звезд, тоже такая иллюминация, прославляющая Создателя. Поднимут высоко реки волны свои от шумного движения, вот многих волны свои, и волны, в общем-то, они свойственны больше морям, океанам. Феодорит объясняет, поднимут высоко реки волны, получу от Бога необычайную силу. То есть реки – это люди, которые распространяются по земле от одной крови Адама, как волны, как потоки рек, разные племена, народы, языки. Шумные движения, они говорят на разных языках, вот многих, то есть народов многих. Дивны высокие волны морские. Это превознесенные, приближенные к небесам, то есть праведные. Дивен вышний Господь. То есть величие Бога раскрывается в том, как совершенствуются святые. Откровение Твое весьма истинное, Дому Твоему Господи приличествует святость на долгие дни. Откровение Твое весьма истинное, это общая оценка библейским откровениям, но не только библейским. Откровением о Боге является не только Библия, но и книга природы, и даже внутренний мир человека является неким откровением человеку о Боге. Поэтому сказано, вникая в учение, в себя, занимайся с ним сам постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Откровение Твое весьма истинное, Дому Твоему Господи приличествует святость на долгие дни. Дом Божий – это народ Божий. Вы есть храм, сказано. Кто разрушит храм, того покарает Бог. Бог обитает среди своего народа. Поэтому здесь очень взаимосвязаны такие образы. Люди – реки, люди – волны, приближенные к небесам, люди – место обитания Бога среди народа своего. По Его же Слову, где двое или трое соберутся во имя Вое, там Я посреди. Слово моя семья. КОНЕЦ